Как мы сделаем потом зеленое, если у нас уже красный оттенок вот такой? Вы не первая, кто это спрашивает, боятся вводить цвет. Я догадываюсь. Вот когда правильно будете вести изображение, впечатление о работе будет другое. Глазу будет красиво, он не будет напрягать вас, у вас изначально пойдет правильно, все красиво и легко. Вот эта вот глобальная работа наждачной бумагой, это начальная стадия, вот она будет довольно долгой. Но она интересная, это интересно, потому что наждачной бумагой мы уже делаем все. Мы закладываем свет, полутона, тень, у нас уже все есть. Все изначально здесь работает наждачная бумага и темная темперная лисировка. Да, выравниваем свет, как ни странно, да, вроде свет здесь, лицо, кожа там. Не обращайте на это внимания, просто делайте правильно. Вот этими двумя работаем инструментами. Вы когда нанесете эту темную лисировку, вот видите, я ее нанес, оно все выровнялось. Но вот здесь вот эта вот глубина, то, что кроплачок я делал, да, она, конечно, осталась. Она чуть-чуть поглубже. Я и хотела спросить, вот как мы сделаем потом зеленое, если у нас уже красный оттенок вот такой? Вы не первые, кто это спрашивает, боятся вводить цвет. Я догадываюсь. Да, работают колерами, все красиво, все здорово и просто боятся начинать вводить цвет, чтобы испортить. Не, ну глубина, понятно, что она красным вот может отдавать, как бы свечением вот такое в глубине в самой. Но тогда вот эти все уже темно-зеленые листики и прочее, это мы потом цвет будем вводить, да? Да мы, смотрите, Татьяна, цвет это вообще отдельная тема, там нет ничего сложного, там нет ничего сложного. Нам сейчас с вами главное правильно начать работу. Вот когда правильно будете вести изображение, впечатление о работе будет другое. Глазу будет красиво, он не будет напрягать вас, у вас изначально пойдет правильно все красиво и легко. Свет старайтесь работать целиком, опять вот. На волосах же тоже этот свет, понимаете? Ошибка еще в чем? Вот начали работать, да, вот он этот треугольник, ну тот же треугольник, вот он он. Раз, два, да, и вот его раз, 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 свет. Да работайте свет в целом, да, поработали по лицу, но раз, свет в целом, растягивайте его сразу. Все изначально здесь работаем наждачная бумага и темная темперная лисировка. Да, выравниваем свет, как ни странно, да, вроде свет здесь, лицо, кожа там. Не обращайте на это внимания, просто делайте правильно. Вот этими двумя работаем инструментами. Инструментами, да. Наждачка, темная лисировка. И увидите, как будет пятно работать, увидите, как это будет. Пятно, вот это обязательно пятно, чтобы всегда было проработано. Тогда оно будет приятное для глазу. Ну вот как мы видим перед собой, да, нет уже никаких вот этих вот помех, да, нету никаких этих пятен, ни черточек. Вот оно, к этому надо и стремиться. Здесь же все просто. И вот мы с этим всегда боремся, устраняем, что на свету, что на полутонах. Смотрите, свет проработали. Сразу увидите, что вот это вот место вот этого полутонов, оно будет проваливаться. Даже когда вы слегка свет взяли, сделали, тут же надо будет полутончик, чуть-чуть. Но его, естественно, еще мягче. Это же полутончик, да. Свет у вас чуть, да, полутончик потихонечку, вообще наждачкой раз, чуть помягче. Чтобы здесь опять была вот эта вот гармония свет и полутон, чтобы они между собой смотрели вы, чтобы они в целом смотрелись вместе. Не вылазил свет, не проваливался полутон. И то же самое полутончики этим же темным. Видите, здесь все очень легко. Минимум средств, минимум средств. Надо просто знать, как их применять. И все, и работа пойдет. И плоско, никаких там не старайтесь на носу, там сразу вот эти вот цвета. Ни в коем случае, Татьяна, вот ни в коем случае, никакой. Вам будет этого объема, вот этого будет вполне достаточно, чтобы изображение было приятным, да, и чтобы вам его вести грамотно. Как только начнете вот эти, а будет это желание. Я знаю, как оно появляется, когда вот так пятно прорабатываешь и видишь эту репродукцию, где там этот блик. Ну, тянется прямо, да, тянется там, довести его до совершенства, там сразу сделать еще лучше. Ни в коем случае работаем плоско. Вот эта вот глобальная работа наждачной бумагой, это начальная стадия, вот она будет довольно долгой. Но она интересная, это интересно, потому что наждачной бумагой мы уже делаем все. Все, мы закладываем свет, полутона, тень, у нас уже все есть. Объем, да. Да, дальний план здесь, видите, вот он, дальний план. Здесь план еще дальше, чем здесь. Но здесь свет у нас, да, вот эта вот глубина. А здесь у нас, ну, парковая зона, там вот эта темная. Вот что здесь важно, да, не просто так подбиралась работа, чтобы была возможность здесь. Очень много у нас будет вот этих сопоставлений в разных вариантах возможность вот этой вот изучения, проработки, да, на свету и тут же в тени. Вот это вот важно очень. Я думаю, когда эту работу сделаете, у вас уже будет достаточно знаний, чтобы, в общем-то, работать самостоятельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!